Итак, приветствую вас, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, канал Ни слова об играх, и мы продолжаем проходить Gran Turismo 3 A-Spec для второй PlayStation. В прошлой серии мы с вами проехали вот на этом замечательном лансере чемпионатик ролейный, выиграли еще одну ролейную тачаночку, вот, ну а теперь мы его благополучно отложим в сторонку, этот лансер и ту тачаночку, пижоху 206-ю, и, значит, давайте в этой серии сделаем матч-реванш и отыграемся за наше, ну, можно сказать, поражение в чемпионате World Championship Gran Turismo. Поедем все на том же скайлайне, только мы его немножечко сейчас доработаем еще перед тем, как ехать в этот чемпионат. Все-таки я не хочу менять машину, хочу на той же самой попробовать отыграться. Так, давайте купим подвеску, как я и хотел. Так, вот, полностью настраиваемая. Кстати, что прикольно, заметил, тут, когда подвеску вот такую гоночную покупаешь, машина все-таки проседает, то есть она становится ниже, и даже, по-моему, у колес появляется такой развал под углом. Так, что еще? Что еще? Думаю, что стоит нам покрышки еще купить. Дабы стоять на трассе, как вкопанные, чтобы убрать максимально элемент скольжения. возьмем супер софт, ну и по сути, все деньги сливаем, все кровные заработанные бабосики. Ну да ладно. Надеюсь, оно будет того стоить. Так, что еще, что еще? Вот неплохо, конечно, его еще чуть-чуть облегчить, ну да ладно, и давайте еще его масло ему сменим. Хватит нам бабла, да хватит. Ага, вот оно, даже, видите, немножко уже посерело. Так что, немножечко все-таки мощности у нас добавится. Не критически, конечно. Не вряд ли это вообще будет заметно. Но, тем не менее, пару, тройку лишних лошадиных сил, может быть, их где-нибудь как раз бы и не хватило. Так, ну и давайте его сполоснем перед заездом, чтобы все наклеечки... Вот, видите, он подсел немножко. У нас и колеса так слегка вывернулись наружу. Так что, на PS2 уже все отображается. Именно вот визуально. Прикольно, прикольно. Мощностей уже у приставки хватало на это, чтобы все это визуально отображать. Не только на физике машины. Классно, классно. Ну что же, Skyline готов. Пилот тоже. Поехали. Да, и у нас с вами останется здесь один чемпионат непройденный. Это легенда серебряной стрелы. Но, я думаю, если мы этот чемпионат сейчас выиграем, финальный, то у нас как раз деньги появятся на Mercedes. И тогда мы пойдем туда. потому что меренные дорогие, и сейчас банально не было бы денег. Вот как-то так. Поэтому в таком порядке проходим. Так, ну что же. Едем. Едем. 10 заездов. Кошмарики. Так, в этот раз не будем ехать к квалификации, потому что слишком долго получается. Вот. Поедем так, как есть. Единственное, можно на суперспидвей будет квалификацию проехать, если не забуду. Просто для эксперимента посмотреть, сколько кругов в квалификации нам дано. Все-таки. Вау. Смотрите, Сильвии нету здесь с нами, но есть суперавтобакс Апекс МРС. Тоже, я думаю, соперник будет очень сложный. Могли бы хотя бы две этих машины поставить. Вместо одной из ролейных еще Сильвию сюда засунуть. Уже хотя бы было бы две машины кольцевых. Они одни роллисты. Так, по-моему, буксовать поменьше стали с суперсофтом. Воу. Да, и этот автобакс явно лучше стартует, чем Сильвия. Ой, блин. Так, и не в пень. Он маленький такой, вы гляньте. Он, наверное, еще говнистее будет, чем Сильвия. Я так думаю. Может, у него мощей будет поменьше, но за счет того, что он маленький и юркий с собакой он будет. Вообще, наверное, тут тяжел, тяжел. Как соперник. Ладно, посмотрим. Раньше времени не будем лапки поднимать. Блин, опять эта духотища. Что-то меня на зевоту тянет. не потому, что мне скучно. Абсолютно нет. Хе-хе. Я даже волнуюсь как-то. Все-таки перезаезд. Сейчас уже как-то со второй попытки по-любому надо выигрывать. Так. Так. Что-то преза, по-моему, на второе место улыбалась. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Где? Да, им произойдет вторая. Вы гляньте-ка. Что-то автобакс пока не вырвался на второе место. Но ничего. Они все там в куче едут. Прям плотно. Ага, и вот он уже второй. Так. Плохое время получилось на первом пробе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Но это я очень поздно начал тормозить. Это не вина покрышек. Устало так проскальзывать. Чего-то я как-то побаиваюсь этого автобакса все равно. Как мы помним, первые две гонки они вообще ни о чем не говорят. Мы их в прошлый раз тоже выиграли в общем-то достаточно легко. Не сказать, что в одну калитку, но проблем в общем-то не было. А потом начался какой-то ну я не знаю, перезагруз просто. Как будто их перезагрузили и прокачали я не знаю, прям по ходу чемпионата. И борьба стала очень напряженной и в итоге мыслились. на самом деле я не особо чувствую разницу между вот у нас резина и так в принципе была медиум стояла, да? То есть это уже достаточно во-первых это уже гоночная резина да еще и средняя уже какой-то там вам спорт или суперхард сликовый вот поэтому достаточно мягкий состав поэтому суперсофт ну да чувствуется все-таки получше конечно она стоит в поворотах можно чуть раньше там на газ нажимать но никаких таких прям суровых отличий нет так ну ладно первую гонку мы все-таки выиграли с двухсекундным преимуществом все-таки у нас машина стала более прокаченной пока не знаю пока рано говорить но он в принципе оторвался автобакс этот от них такой в обособленной группке приехал так сейчас на суперспидвей надо будет квалификацию включить все-таки одну проедем благо там круги короткие как раз мне что-то кажется что там не бесконечно можно ездить так нехт так погнали к валу ну да времена тут для трех кругов есть вдруг они потом просто вверх уйдут и ну в общем не знаю не уснуть бы за рулем да все-таки наверное три круга ну заодно проверим как мы суперспидвые будем на фоне них смотреться я я все-таки на пол надеюсь фокус вот уже 44 3 автобакс аж 42 на 2 секунды слишком быстрее кошмарики да было бы интересно их боевых условиях сравнить сильвию и его мне вот реально почему-то кажется что шустрее хотя может там бы было смотря тоже от какого трека мне кажется что он легче чем сильвия и и и и слабее по мощности скорее всего знаю у нас когда-нибудь он появится да и сильвия думаю тоже появится и сработает так вот на поле у нас время 46 еще на полторы пусты быстрее развесовка у этого автобакса лучше по-моему да он задний мотор точнее за средний мотор скорее всего на может быть кстати здесь он и не будет среди лидеров еще чуть-чуть улучшили пару только десяток так ну и вот по идее третий круг сейчас мы и узнаем что что в себе таит квалификация если тут бесконечность вообще бесконечная квалификация конечно вряд ли чик ага нет скорее всего действительно она бесконечна видите пошел четвертый круг то есть сейчас просто у нас первое время сдвинется уйдет выше так что то мне горел из подписчиков что тут всего время под три круга есть и наверное три круга здесь оказался неправ ладненько ну да все ладно пятый уже не поедем понятно можно ехать значит сколько угодно действительно время сдвинулось видите хотя мы еще улучшили немножечко так ладненько выходим не будем больше терять время мы проверили все квалификация оказывается в гран-туризме 3 бесконечная так наваливаем так ну значит у нас второй стартует да закосячить бы тебя парень полоса не 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 человек не не ответ не человек но может посмотрю Пока он там где-то В середине группы идет И это хорошо Вырывается Пошел в атаку на второго Надо короче Отпустить его Вот так вот мы его Боданули Так, ладно, больше пока Наверное не будем В душе Есть шанс от лидирующей Группы отстать И вообще Не выиграть Ничего Это плохо Давайте, давайте Прибавляйте, ребята Ребята Сзади вас Очень грозный соперник Кстати, по-моему На Миндиуме Мы тут ехали Меньше 200 км в час Все-таки Меньше Двухсот Да ладно Он опять уже второй Да Шустрый малый А ну на прямой Как мы с тобой Если я и быстрее То ненамного Да Плохенько Плохенько Так Сейчас опасно Блин Там уже финиш После этого Поворота Ладно В принципе Пускай второй финиш Что ж ты такое Что ты взялся Пацанчик Так Ладно Ну Начало пока Такое же Абсолютно Как и там Две победы В принципе Тут вообще Без проблем Намного быстрее Были Но вот дальше Уже начнутся Вопросы Наверное Надеюсь Конечно Что их не будет Так Пока мы на 8 очков Впереди Но Это только Начало Так Следующая трасса У нас Что Фириал маунт Или Мидфилд Забыл Что-то Триэл Так Так Надо тут Тоже Выигрывать По любасу Так 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 Ну что Погнали Вот Это по идее Его трасса Должна быть Прямо Наверное Будет Очень Быстро Гляньте Четырехвидовые Ралейные аппараты Даже На старте Его не могут Сильвию Зачастую 1-2 Делали На старте Это хоть Как-то Ее Сдерживало Чуть Чуть На начале Ух ты Фокус Фокус Никакой А Немненько Опа Хе-хе-хе Ты Маленький Я Блин Наверное Раза в два Тяжелее Его Просто Скай мой Не заметил Его Даже Так Ага Закосячили Его Малость По-моему Третий Там Он Уже Прет На Лансер О Уже Второй Все Всех Обошел На этом Повороте Кошмар Блин Какой он Судаки Резвый Жутко Просто Становится И сейчас Он бросится За нами В погоню Блин Ну интересно Все равно Согласитесь Когда есть Вот такой Соперник Опасный Очень Быстрый Равный Нам по силе А то И Быстрее Кошмар 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 Действительно Он Очень Легкий Чуть Чуть Подостал Здесь Напрямой Хоть За счет Мощности Продержимся Блин У меня аж руки Потеют Ребята Так Спакуха Автобакс Автожук Не Не Все Все У Удержали Позади Удержали Блин Сложно Было Сложно Все Остальные Достаточно Далеко Интересно Вот так Вот если Рандом Сработает Можно Здесь Получить Такой Вот Расклад Что Будет И он И Сильвия В Одном Чемпионате Или Тут Как-то Тут Один Из Так Тем Не Менее У нас Три Гонки Три Победы И Уже 12 Очков Отрыва Но Самые Сложные Гонки Еще Впереди Фух Так Ну Что Ж Что Ж Какая У нас Там Следующая Трасса Следующая Как раз По-моему У нас Будет Мидфилд Мидфилд Рейсвей Да Ладно Погнали Надо Выигрывать Надо Черт возьми Выигрывать Опять же Таки Я Черт возьми Боюсь Сиэтла На Лагуне Секи У нас Были Проблемы С вами Тогда Р-11 Там Дальше Пойдут Не наши Трассы Это 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 пока Что Можно сказать Наш На Каждый Из них Победить Можно Ну и пока Мы Благополучно Свои Шансы Воплощали В жизнь Плохо Конечно Закосячить Не Получалось Толком Ну Он Везде Вторым Финишировал Так Ладно Прошли Нас Ну И его Тоже Хорошо Давай Давай Фокус Молодец Красавчик Так Ага Вот ВТС Последние Они Точно Они Что-то Замедляются Как-то Медленно Проходят Ааа Вы Помните Какой Тут Эпичный Финиш Был Точно Сильвии Только Прям Бок Обок Финишировали Здесь Там Не Хватило Маленького Черкаша До нее Так Лансер Давай Сможешь Победить Я В тебя Верю Давай Мужик Тем Более В прошлой Серии Ты нам Помог Пролиме Чемпионат Выиграть Так что Давай Держись Он еще И с нами Борется Ааа Не надо Чувак С нами Бороться Не надо Так Аккуратненько Так 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 Этот Там Уже Прям В спину Дышит Лансер Держись Лансер Не пропускай Давай Прямая Осталась Хватит Тебе Мощей На Слипстрим Чуть Покушай Нет На Финише Накатывает Вроде бы Все равно Впереди Лансер Да Вроде бы Впереди Да Ну Накатил Накатил Этот Красный Но Мы у него Еще два очка Лишних Отжали Ха Не может Не радовать Перед самыми Сложными Это Гонками Это Каждое Очко Тут На Счету Блин Так Еще Шесть Отыграли Было Двенадцать Восемнадцать Да Да Восемнадцать Очков То Что К нему Лансер Чуть Приблизился Это Конечно Все Ерунда Ух Сейчас По-моему Как раз И будет Сиэтл Следующий А Либо Лагуна Не Лагуна Сека Следующая Да Лагуна Сека Тоже Такая Себе Траска Вообще Я хотел Как сделать Думаю Если зайдем В чемпионат В этот И Не будет Сильвии То Ну Перезайдем Как То есть Я хотел Матч Реванш Именно Сильвии Сделать Но Так как Мы зашли И тут Какой-то Неизвестный Зверь Появился Который В принципе От Сильвии По-моему Мало Чем Отличается Я Решил Не Перезаходить Оставить Все Как Есть Вот А так Если бы Были Одни Ролейные Аппараты То Я бы Перезашел Ну Что Тогда Совсем Не Интересно Да И Нас То Собственно Сделали Не Они А Сильвия Ролейные Аппараты Мы Все Тогда Уделали Так Вот Лагуна Сека И Тут Он Сейчас По крайней Мере Уходит Красота Какая Вы Гляньте PlayStation 2 Картика Какая Классная Сочная Залитая Светом Ладно Ну Ладно Красота Мне Некогда Любоваться Опа Ха Отлично Накатили Отлично Так Все Так Конечно Подвеска И покрышки Дают В совокупности Результат То Что Сейчас Машина Лучше Стала Стоять В поворотах Можно Чуть Попозже Тормозить За счет Резины Чуть Пораньше Разгоняться Чуть Чуть Больше Скорость В поворотах Держать Это И Дает Конечно Прирост Скорости Так Парень Опасный Не знаю Особенно В этих Поворотах Накатывает Опа Блин Секунду Нет Секунду Все равно Так Ладно Момент Истины Поворот Штопор Главное Не закосячиться Тут Дальше В принципе Достаточно Просто Все Даже Секунду И осталась Отлично Чуть Чуть Закосячил Последний Поворот Но Это Не критично Ха Отлично Лагуну Секу Сделали Ух Вот за нее Я переживал За нее Я переживал Так Ну слушайте Это уже Ладно Чтоб не сглазить Ничего пока Говорить не буду Ничего не буду говорить Все Все может быть Еще Еще есть Самые сложные Трассы впереди Там может быть Что угодно Вон В прошлый раз Мы на Сиэтли Вообще По-моему Последние Финишировали Так Сколько у нас Отрыв 22 очка Да Блин Это задел Хороший Конечно Хорошенький Задел Так Пол чемпионата Позади Мы лидируем Лидируем С приличным Заделом Но Расслабляться Рано Еще Впереди Столько Причем Трассы Там По большей Части Не наши Эприкат Хил Еще Хотя Трассу Эту Я люблю Но Она Что-то Крайне Мере Сильвия Там Так Лупила Вообще Без шансов Да и Он Думал Будет Так Все Собрались 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 И не Разобрались Собрались Еще Больше И Поехали На Сиэтли Аккуратненько В общем Даже Если Он тут Выиграет Главное Можно Меньше Очков Здесь Слить То есть В идеале Финишировать Вторыми Не на Косячить Здесь Дров Немного Ломать Ой 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 Заминали Заминали Чуть Чуть Ну Ладно Ну Ребята Ну Че Вы Ну Ладно Спасибо Спасибо Пропустила Аккуратненько Лансирович Тоже Гуд Ай-яй-яй Так Этот Пока Уехал Пока Мы С этими Бились Но Уехал Тоже Некритично Сейчас Попробуем Его достать Вот Самая Нелюбимая Сейчас Трасса Хотя Тоже Была Немного Устая Опа 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 Ах Не Вписался Так Ну Блин Пока Держимся В его Темпе Ладно Рисковать Особо Не буду Потому Что Если Необдуманно Полезть На него В атаку Можно Вообще Все Проиграть Еще И Те Ребята Нас Догонять Обгонять Но Напрямую Он Что-то Не так Уже Быстро Ай-яй-яй Перекрестить Сейчас Конечно Эй Мы Снова Перекрестим Ха-ха Двойное Перекрещивание А Как Вам Хе-хе Ничего Я Все Лидирую Ну Хоть Чуть Полигировать Оп Рано Начал Тормозить Ай-яй-яй Ай-яй-яй Так Сидит В диффузоре Буду Ехать Аккуратно Как только Могу Вообще Да Хрен Ладно Езжай Езжай Пацанчик Но Даже Если он Выиграет Смотрите В принципе Были шансы Все И Здесь Взять Взять Победу Да Так Погнался За Нем Все Так Азарт Взял Свое Так Ладно Здесь Он Оторвался Ладно Сейчас Не намутить Нам Осталось Пару Поворотов Грен с тобой Отдадим Мы тебе Четыре очка Так Это пока И страшно Главное Мы тут Потеряли Не так Много Хотя Говорю Блин Все шансы Были В общем-то И выиграть Но Там Приходилось Боево Держать Как-то Маневрировать На трассе Ошиблись Б еще Где-нибудь И Могли бы Больше Просрать Ладно Пойдет 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 Сиэтл Это Прям Можно Сказать Наилучшее Развитие Событий Еще и Вдохновляющее Такое Скорость То есть Так Ну Подыгрался Он Теперь 18 очков Разрыв Да И 4 трассы Ладно Так Сейчас У нас Будет Либо R11 Либо Априкат Хил По-моему R11 Все-таки Либо Априкат Хил Ну Либо R11 Нет Все-таки R11 Так R11 Тут тоже Мы В тот раз Даже Могли Выиграть Они были Чертовски Быстрее Нас Помню Я в квале Но Вырвавшись Вперед Мы долго Их Сдерживали Вот Сейчас Быть Тоже Что-нибудь Подобное Провернуть Конечно Было бы Нехило Сейчас Вот В первых Пару Поворотах Прям Агрессивно Надо Выстрелить Их Недастал Айяяяяяяяяяяя Вот о чем Я и говорил Вот это Короче Чего я В Сиэтле Боялся Айяяяяяяй Вот это Вот это Вообще Плохо Это Прям Неудача Из неудач Надо Сейчас Основная цель Вырваться На второе место Хотя бы Это Очень плохо Потому что если мы здесь сольем много очков И еще много на априкат хил То на финал как раз выйдем Где-то в равных условиях И это плохо Так Вроде бы хвост по крайней мере Белетончика догоняем Красиво конечно Они сделали R11 Ничего не скажешь Тураж этот весь такой праздничный Но блин Все-таки Часть своего шарма она растеряла Конечно Перестройка Так Целика да Так Ого как он оторвался Вы гляньте Кошмар Да Да Здесь Ему равных Вот Вообще нету Абсолютно Ах ты Да Самое главное сейчас на второе место Хотя бы выйти Даже с этим проблем Даже с этим проблемой Аййййййййййййййййййййййййййййя давай 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 скай накатывай накатывай делаться так оба ай широко слишком он скорее всего да он из поворотов побыстрее выходит разгоняться начинает быстрее есть так все теперь не выпустить его вперед что первое место в углу она просто уехала все боремся за 6 очков ай 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 да что чуть-чуть кстати подогнали его было 7 там с лишним секунд 68 ну это такое фух да вот чё значит рисковать риск был неоправданный ну ладно хорошо что вернулись на второе место ухты 5 и 6 кстати если тогда вот так я не бросился со страху можно сказать ой может быть мы были бы на равных с тут еще знаете преимущество какое по сравнению с первой нашей попыткой когда мы ехали все таки я ну раз это откладываются в мозгу с того раза и сам просто стал получше немножко ехать еще и это дает у себя знать поэтому поэтому у нас осталось всего 14 очков от былого преимущества 22 за чем я и говорил расслабляться блин рано если так постоянно вторым финишировать мы конечно выиграем но стоит чуть-чуть ошибиться где-то и еще кого-то пропустить будет все печально так следующая при катхилл и тут скорее всего тоже максимум на что рассчитывать это второе место потом у нас останется трилл маунтен в обратку и гранд волей финал на гранд волей да там три круга я насколько помню будет вот так что у меня начала мелькать мысль было что Сильвия быстрее его у него этого автобакса но мы же с Сильвией тоже не ездили вот в такой конфигурации с таким Sky я думаю она бы тоже часть своей грозности бы порастеряла в отношении к нам так ну давай мы с тобой вдвоем остались Клоп знаешь такую пословицу мал Клоп да вонюче это а тебе секунда ой 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 болтанула так то в принципе на всех трассах с ним можно было бороться то есть тотального преимущества уже у него не было как это было у сильвий на некоторых трассах первый заезд то есть скай стал более покладистым более устойчивым если бы мы чуть-чуть ему еще вес сбросил вторую стадию все-таки он тяжелый еще чувствуется вот мр инертность его но это было бы тогда перебором как раз тем который бы уже позволил вообще все гонки в одни ворота выигрывать и интерес бы пропал согласитесь так интереснее когда непонятно до сих пор кто возьмет верх ведь выигрывать то можно было все гонки как я сказал но тем не менее уже третью гонку подряд выигрывает у нас вот этот товарищ впереди и продолжает отыгрывать у нас очки да отрыв небольшой но в принципе я не знаю особых шансов его здесь обогнать не было так ё-моё отрыв тает отрыв тает сколько там осталось 10 очков за две гонки до финиша продолжаем пока финишировать вторыми но его гонки кончились а по идее я хрен его знает как сейчас на трилл маунте в обратку поведет себя ладно вот если сейчас бы выиграть трилл ну или по крайней мере его позади оставить все тогда на гранд поле можно уже прямо ослабиться и ехать за рулем попивая коктейльчик а так нет не дотянулся до него я думаю здесь лоха Что-то я его даже в Слепстриме не особо-то догоняю. Ах ты, ёлки-палки. Он быстрее будет в поворот выходить. Шустрый, шустрый, зараза, шустрый. Легкий. Ну вот хоть убейте, все равно, мне кажется, у него мощей меньше, чем у Сильвахина. Но в поворотах он хороший. Так, тихо-тихо, не болтайся. Давай, давай, Скайчик, давай, давай, надо накатить. Давай, родной. Давай, Слепстримчик, все, 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 давай. Давай. Ага, во, выемка была в мою пользу, отлично. Это во мне не инфоспит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ошибся, ошибся, ошибся. Рано радовался, блин. а тя 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 ты тоже рано радовался видимо кто-то жужжит там жужжит уху вдвоем жужжат я мою вдвоем в диффузоре елки-палки этот финиш слышал что нигде тут как комары над ухом прямо я что-то не ожидал что так прям близко у все ребята все-таки вырвали победу вот это сражение было за чемпионский титул черт возьми и она по моему было достаточно эпично все теперь что угодно может произойти в гранд волей на гранд волей мы чемпионы 14 очков как вы понимаете недосягаемость фух обожаю чемпионаты где есть очки ну именно чемпионаты то есть все остальное отдельные гонки у вот это да серьезно я аж и аж джустик эпичный блин давайте давайте реплей посмотрим чего уж там ведь было классно действительно всю гонку ехали вторыми все было на волоске так тут прорыв через пелетон это все не соперники так сказать борьбе за чемпионский титул они не участвовали и вот он выходит на второе место прямо позади своего преследователя в чемпионате но в гонке он является наоборот вторым и преследует преследует преследователя вот так ух какая камера видали наезд так ну-ка давайте разглядим соперника автобакс вообще он маленький вы гляньте он маленький среднемоторный он очень маленький у него действительно и легкие видимо у него мощности мало но за счет того что он очень легкий вот вот здесь была атака атака но промазал с торможением и снова пустила вперед классическим маневром перекрестил траекторию и вперед а мы не сдались и продолжили его преследовать блин камеры классные пролеты тоже тут глядел наверное зеркала заднего вида и думаю так так не пропустить его здесь здесь скоростные эски думают хреном накатит у меня преимущество ну действительно но у него как он хорошо входит высочку я чуть-чуть черканул да по бортик так ладно переключаемся на внешние камеры последний круг пошел эх надо было мне камеру отключить я своей рожей не закрывал картинку вот так позабыл ух поворот классный и самое главное было здесь это близко к нему выйти потому что я понимал что блин единственная возможность его атаковать это вот после этой длинной прямой все-таки в конце мы чуть-чуть накатывали и вот здесь главное не промахнуться с торможением и маневром таким вот грязноватеньким облокотившись об него все-таки выйти вперед но там нам еще и выемка в скале помогла и тут рано начал радоваться и ошибка снос на внешнюю траекторию и автобак снова выходит вперед еще и ланцер подъехал все очень опасно все на волоске снова по внутренней траектории выпихивает на траву выходит вперед но соперники не сдаются и в этих скоростных связках накатывают на лидера накатывают выход на стартовую прямую и победа skyline берет титул skyline черт возьми взял титул возвращаемся на экран да по моему было неплохо и кстати кто-то из подписчиков меня просил все таки там реплейчик показать вот это конечно гонка была эпичной но еще и вот подумал что будет приятным сюрпризом для этого человека который просил нет play конечно классный классный гран-туризма чё там говорить они были шикарные еще в первой части а здесь они еще стали более кинематографичные вкупе с тем что здесь стала графика отличная как они вообще смотрятся просто вай-вай-вай так ну что заключительная гонка сезона чемпионата сейчас будем ехать на расслабончики конечно же мы стали чемпионами это не говорит о том что я тут буду здесь наоборот можно прямо погрызться за победу если он будет даже быстрее нас серьезно можно где-то порисковать там смотрите да на выходе из поворотов он ходит но потом у него все-таки мощности не хватает вытягивать на последних передачах начинает сдавать и вот мы накатываем 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 торможение не ошибиться перекрестил все-таки собакой а давай 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 не надо не надо вылетать пустили вперед не критично ух лансер там диффузор нас тычет так фокусович отвали ты нам не соперник дай побиться на равных соперника жестки так оперативный простор две секунды так вот смотреть здесь по идее должны накатить ошибся 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 перегазовал в первой части из первой части вход во вторую получился скомканый и он еще даже оторвался от нас я не знаю на этой длинной прямой под конец наверно все таки накатим на него немножечко но это все такое а здесь же три круга точно шанс еще есть воу секунду он отыграл но это я там ошибся так вот так чисто визуально приблизились все таки полсекунды отыграли блин сейчас у ская нету упора там в той эске скоростной потому что она для него не настолько скоростная стала болтает вот он под такую подвеску да уже можно ему мощей спокойно добавлять что под его конфигурацию это мощность уже слабенькая конечно легко справляется стал справляться с некоторыми поворотами так рите накатываем продолжаем съедать его преимущество так главное сейчас в эске не ошибиться потому что там потом испорчена будет вся длинная прямая так вот более или менее остался разрыв Так, ну что Финальный круг Надо его съедать 1,8 Вот здесь хорошо Накатываем, конечно В конце прямой Поворотик Сразу полсиху Так, тут уже Слипстрим заработал Ай-яй-яй-яй-яй Болтануло, чёрт Давай-давай-давай-давай Так, сейчас у нас уже Слипстрим работает И у нас будет проще По идее И следовать Отлично Хорошо Прямо Глизенько вышли Так, ну сейчас будет единственный шанс В шикане Сожрать Ох, ну немножко не так я думал Ну ладно Тоже пойдёт О, даже ланцер его прошёл Смотрите-ка, держался, значит Позади Достаточно близко Так Так, ну он у нас скорее всего сожрёт Сейчас напрягу Да Нет Ха-ха-ха Как на мидфилде прям Ух, ну ладно Хорошо Ах, закончили победой Десять гонок, ребята Десять гонок Из них сколько мы Где-то штук Наверное Шесть, да Мы выиграли Да, наверное Шесть выиграли Четыре выиграло По-моему так Как-то Ну в итоге Прилично Двадцать очков ему привезли Но опять же Буквально за гонку ещё За две гонки до финиша Ещё было совсем всё не так Согласитесь Радужно Вот, конечно То, что в Триал Маунте Не выиграли В обраточку Это было Очень замечательно И кстати Фух Ладненько Что же за машину Нам дадут Так И самое главное Сколько бабла Ещё за чемпионат Насыпят Ну, тысяч сорок Давайте Я рассчитываю Балтос Ммм Аха Хорошо Сто двадцать шесть тысяч Так Ну это Эх Нам чуть-чуть Не хватает На Более мощный Мерседес В следующем чемпионате Сто тридцать три тысячи Стоит Ну ладно У нас На худой конец Есть роли Так И самое главное Что за тачка Прокачанную только Прокачанную сразу Сильвию Чё? Целика? Тем более У нас уже такая есть Вы чё Издеваетесь что ли? Ой, блин Чем-то это мне Немножко GT Sport напоминает Как сейчас там Машины дают Так Ладно Машина меня Разочаровала Конечно Серьёзно Разочаровала Так Ну вот Видите Мы даже В Сиэтле Приехали Вторыми А И то Могли даже И там Выиграть Да Получается Вот Раз Два Три Победы У него И где-то А И всё Что ж Три раза Три раза Выиграл Всё Ну да Получается Но на момент Перед двумя Последними гонками В принципе У нас было Три на четыре Да У меня четыре У него три победы Поэтому всё было Так Неоднозначно Конечно А финал Удался нам Удался Две победы Финальных Они конечно Кстати пришлись Так Ну что Вот Следующий чемпионат Будет у нас Легенда Серебряных стрел Точнее Там в единственном числе Серебряные стрелы И Вот у нас Кстати Нам чуть-чуть Не хватает До Мерседеса Может мы Эту целику Нахрен и продадим Нафиг она нужна Тем более у нас Уже такая есть Вот у нас Там есть конечно Мерседес Чуть-чуть попроще Ну то есть Я имею ввиду Компрессор Я вообще не считаю За как вариант То есть Он Слабенький Вот Два варианта Вот этих Слк 55 И Сл 600 ДТМ Конечно Его купить нельзя Он где-то выигрывается Судя по всему Либо за лицензию Либо в чемпионате Я Не знаю Но вот Видите Этот 133 Стоит 1000 Он Я так смотрел Уже В принципе Они по показателям Не сильно отличаются Этот мощнее Да 361 У него лошадка Но он Тяжелее Он Смотрите Почти 2 тонны Весит 1955 Кг Этот Гораздо Дешевле На 40 тысяч Но В принципе У него ТХ Не такие уж Слабые Он Видите 347 лошадей То есть Он всего на 14 лошадок Слабее Да Чем тот Но зато Он легче Его На Почти На 400 Кг Вы гляньте Это очень Много То есть Привесив Полторы тонны Он почти Такой же мощный Так что В принципе Может его Даже выгоднее Вот этот Взять ЦЛК Можно его Чуть-чуть Ему там Наворотить На лошадке И вот Пожалуйста Получим Сл 600 Но Гораздо Легче Да Нифига У этого В12 Фишка В12 А у этого Сколько А у этого В8 Но Наверное У него Турбированная А у того Наверное Атмосфера Так Ну что же Ладно Да В следующей серии Да Мы скорее всего Так и сделаем Возьмем Вот этот Мерин Чуть-чуть Его качнем И пойдем Последний Чемпионат Бегинери Добивать Это у нас Как раз таки Легенда Серебряной Стрелы Вот Ну а Эта серия Подошла К концу Классно Мы с вами Провели Чемпионат Этот Разгромили Автобакс Но Все-таки Не в одни Ворота Напряг Был И не Слабый Так Че нам Там за Целику Дали Ну вот А Верху Целика GT4 А Нет Здесь у нас Целика SS2 Ну хорошо GT4 Конечно Она помощнее Выдовая Но Все равно Блин Не на то я рассчитывал Я если честно Думал Что уже Что-то гоночное Дадут За этот чемпионат Все-таки Достаточно Мощно И сложно Ну что же Все Вот на этих кадрах Нашего с вами Скайлайна Который доказал Свою силу и мощь Молодец Вот Давайте прощаться С вами был Как всегда Скутер Канал Ни слова Об играх Увидимся В следующих сериях Надеюсь Что вам Все Понравилось Всем Пока Пока